Здравствуйте, меня зовут Ульяна и тема нашего урока это закономерности циркуляции воздушных масс, а также атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Давайте рассмотрим, какие закономерности движения воздушных масс существуют над Россией. Движение воздушных масс характеризуется сменой и разницей атмосферного давления, то есть воздух движется из области высокого давления в область низкого давления. Мы знаем также, что атмосфера постоянно движется. Области высокого давления и области низкого давления чередуются. Над Арктикой формируется постоянная область повышенного давления и арктические воздушные массы поступают в более низкие широты. Так вот, при движении нашей планеты данные воздушные массы отклоняются вправо и тогда формируется северо-восточный перенос воздушных масс, который приносит охлаждающий эффект на субарктическое побережье нашей страны. Также из тропического пояса высокого давления поступают теплые воздушные массы в область умеренного пояса. Также при движении земли они отклоняются и формируются юго-западные потоки, то есть западный перенос. Какие области постоянного давления влияют на нашу страну? Давайте посмотрим на карте. Существуют области высокого давления, такие как Арктический. Он формируется над северным ледовитым океаном. Азорский он формируется над Атлантическим океаном. И Гавайский он формирует максимум формируется над тихим океаном. Азорский, Арктический и Гавайский это максимумы. Также формируется область низкого давления. Исландский минимум, он формируется над Атлантическим океаном, Алиутский минимум формируется над Тихим океаном. Также очень большое значение в общей циркуляции атмосферы обладают и переменные области атмосферного давления, такие как азиатский максимум, который формируется зимой при выхолаживании территории, то есть над территорией формируется область высокого давления, а летом при быстром нагревании территории суши по сравнению с океаном формируется область низкого давления и формируется азиатский минимум. Давайте посмотрим, что такое западный перенос. Западный перенос это воздушная масса, которая формируются над Атлантическим океаном. Они приносят влажные морские воздушные массы на континент. Летом они в основном приносят прохладу, а зимой потепление. Также в ходе перемещения эти воздушные массы с запада на восток меняют свои физические свойства. То есть они охлаждаются зимой и прогреваются летом. Континентальные воздушные массы благодаря своей большой территории над сушей России формируются свои собственные континентальные воздушные массы. Они характеризуются холодным воздухом, который более плотный и более тяжелый. Тогда формируется область низкого давления и формируется азиатский максимум. Тогда как летом территория быстро прогревается и образуется область пониженного давления и называется она азиатским минимумом. А теперь разберем, что такое атмосферный фронт. Атмосферный фронт... Так, воздушные массы обладают разными физическими свойствами и по границе их контакта образуются атмосферные фронты. Между арктическими и умеренными воздушными массами формируется арктический атмосферный фронт, тогда как между субарктическим и умеренным формируется полярный атмосферный фронт. Как изменяется погода при движении атмосферных фронтов? Есть два вида это теплый фронт и холодный фронт. На первой картинке показан теплый фронт, на второй показан холодный фронт. Так вот, теплый фронт это когда теплый воздух наступает на холодный. То есть мы видим то, что теплый это желтым, холодный это голубым. То есть теплый воздух он более легкий и он как бы наползает на холодный воздух, тем самым его вытесняя. Когда теплый воздух поднимается вверх, он охлаждается и теряет влагу в виде моросящих дождей. Холодный фронт это когда холодный воздух наступает на теплый. Так как холодный воздух он более тяжелый и плотный, он как бы подбирается под теплый фронт и резкими движениями выталкивает теплый воздух наверх. И в этот момент, когда при быстром подъеме и охлаждении теплого воздуха происходит появление кучевых облаков. И кучевые облака приносят дожди, грозы и усиление ветра. Теперь разберем что такое циклоны и антициклоны. Циклон также на картинке сверху это циклон, ниже это антициклон. Циклон это мощный атмосферный вихр диаметром до 3000 километров, который в центре обладает низким давлением. И движение воздуха происходит против часовой стрелки к центру. А антициклон это гигантское воздушное завихрение. По периферии образуется высокое давление и тогда воздушные массы идут от центра по часовой стрелке. Так вот когда мы слышим прогноз погоды, мы часто слышим о том, что говорят вот циклональная погода, антициклональная погода и в чем разница. Так вот циклональная погода это погода, которая будет приносить осадки и похолодание. А антициклональная погода это когда на улице ясно и солнечно. Спасибо за внимание, до встречи на следующем уроке.